Римлянам, первая глава, с первого по четвертой стихи. Павел, слуга Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим. Аминь. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божиим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту землю, которую Бог обетовал нам. Давайте также провозгласим. Иисус — это единственная причина для меня. И Иисус — это единственная причина для меня, для всего. В нашей жизни действительно причиной, почему мы живем, причиной, для чего мы живем, и что бы мы ни делали, это должен быть ради Евангелия, ради Иисуса Христа. И какая тема была прошлого воскресного слова? Справа и слева разное название слова говорят. На прошлой неделе слово было «когда мы упускаем суть, то упускаем все». И это действительно так в нашей жизни. Поэтому сегодня, в то же время, если уже так случилось, что кто-то упустил Евангелие, то это не означает, что все потеряно. Бог, Он всегда остается с нами. И в отношении нашей жизни, в то же время, чем больше в нашу жизнь входит Евангелие, чем больше мы узнаем благую весть, испытываем благую весть, тем больше, соответственно, изменяется и сама наша жизнь. И постепенно мы становимся с вами... Чем больше мы наслаждаемся благой вестью, чем больше мы наслаждаемся Евангелием, тем больше мы становимся людьми, которые становятся свидетелями, Божьими свидетелями совершения Божьего Слова. Посмотрите, давайте посмотрим историю Израиля. Мы помним, они находились на протяжении 430 лет в рабстве в Египте. И после того, как они вышли из Египта, то, казалось бы, это что-то, чему они должны быть благодарны до конца жизни. Представьте, они в течение стольких поколений находились в Египте, находились в статусе рабов. И, конечно же, что бы как бы и что бы ни было, их сердца должны быть наполнены благодарностью. Но что мы видим, когда мы читаем книгу Исход? Мы увидели, что в тот момент, когда какие-то трудности, даже маленькие трудности, начали случаться с ними, они забыли о благодарности, которую они к Богу имели. И стали стали роптать, разочаровываться, впадать в неверие, в тревогу. Ислябекторы как только они вышли из Египта и уже были на пути, уже были в пустыне, на пути в пустыню, то они всегда начали, часто начали впадать в такое уныние. нам также это показано все, описано для того, чтобы мы с вами, смотря на историю Израиля, могли видеть, что даже в нашей жизни, конечно же, мы получили спасение, конечно же, мы уже находимся в Божьих руках, наша жизнь. Поэтому, как бы там ни казалось, что какая-то проблема приходит, и эта проблема меня может поглотить, эта проблема, из-за этой проблемы может разрушиться моя жизнь, или даже угроза моей жизни, то нам необходимо с вами не обманываться. Нам с вами необходимо продолжать следовать, Слову Божьему продолжать следовать в том направлении эти, которое Бог нам задает. Потому что, посмотрите, также мы видим, когда они вышли, то первая же проблема, с которой они столкнулись, было Черное море, то есть Красное море. И что еще было? Впереди них море, позади армия фараона, которая следовала за ними и хотели догнать их, достичь. То есть, они не могли уже в то же время вернуться назад, и вперед тоже не могли идти. Поэтому люди в то время что начали делать? Они забыли о том, упустили вновь, о том, кто есть Бог, в Которого они верят, и Бог, Который спас их. Поэтому вместо благодарности в их сердцах, и сердца наполнились тревогой, неверием, беспокойством. Поэтому они еще больше впали в неверие, и поэтому начали возникает соответственно негодование. Поэтому все это в действительности вот такую связь имеет. То есть, когда происходит тревога, беспокойство, неверие, из этого неверия приходит негодование, потом обвинение Моисея, и дальше и Бога также. И что они начали говорить? И не один раз, а часто такое говорили. Давайте вернемся в Египет, попросим прощения у фараона и будем себе жить там спокойно рабами. Там и лук есть, и гробы есть, чтобы нас похоронить, а здесь мы в пустыне все погибнем. То есть, они постоянно роптали, смотря на физические обстоятельства, забывая о том, какое призвание у них. Для чего Бог вообще их призвал, для чего их Бог ведет? Потому что они упустили свое предназначение. Кто они такие? Что они народ, который должен сохранить завет, о том, что придет Мессия, который разрешит духовную проблему. Поэтому даже Бог разделил море, даже они его перешли, как по суше, снова все у них все хорошо, но по дороге опять захотелось им пить воды. Воды не было. И снова они начали жаловаться, начали снова роптать, и снова обвинять в чем-то Моисея, обвинять в чем-то Бога. И вновь Бог, Он и тогда дал ответ. И не только в этот раз, но и дальше Он даже давал ответ. И когда уже Бог дал им ответ, что за ответ Он им дал? тогда из скалы источник воды, из скалы пошла вода. Поэтому они также в этом случае упустили значение, что это не просто так скала и просто так вода пошла. Это также был смысл того, что этот камень это и есть Христос. И это то, то, действительно, чтобы восстановить благодарность в своей жизни. Потому что Христос и есть наша скала. Это наша скала, это наше убежище и это как уже Иисус говорил, когда Он уже был на земле, Он сказал, что Я есть хлеб жизни и Я имею воду, пьющую которую не будет жаждать никогда. То есть посмотрите, ведь Иисус Он ссылается к этому месту, когда они со скалы пили воду. Та скала и та вода живая. Поэтому вновь они смотрели только на физическое. Бог ведь дал Евангелие, дал то, что Евангелие это как бы не то, чтобы на этом все заканчивается. то есть посмотрите опять-таки жизнь израильского народа. Бог их вывел из пустыни и Он не оставил же их в пустыне. Не сказал теперь вот дальше идите в землю хананскую своим путем. Покажите мне, какие вы верные, покажите мне, какие вы действительно хорошие. То есть Он же не оставил их, Он их вывел, Он их дальше вел, Он давал им все, что необходимо. Так ведь? Посмотрите, например, если родители, особенно мама или родители, которые действительно ждут ребенка, которые, и у них рождается ребенок, но никто же ведь не рождает ребенка для того, чтобы его оставить. родители умеют, у них внутри естественное, если все как бы нормально, такие как бы психически здоровые родители, можно сказать, и все нормально, тогда в сердце у родителей естественным уже вложено внутри нас, вложено внутри даже не только люди, а вообще в отношении животных, и всех мы видим это как естественный механизм который работает о том, чтобы заботиться о своем потомстве, о том, чтобы воспитывать, приносить еду, помочь детям вырасти и стать самостоятельными, стать сильными, то есть вот даже в этом даже в этом Бог показывает, что тем более Он нас спасает, давая нам спасение, Он не просто так оставляет нас, израильский народ, Он не оставил Бог просто так в пустыне и сказал теперь живите покажите мне какие вы своими силами совершите спасение, сделайте это спасение совершенным, это то, о чем неправильно понимают очень многие верующие, к сожалению, то есть они думают, что Иисус это как бы начало спасения, а теперь мне нужно своими силами доработать его, досовершать это спасение, это как сейчас у меня я теперь до моей смерти как тест такой прохожу я, чтобы если я не буду грешить, значит я попаду в рай, нет, это все Евангелие не такое, это не Евангелие, это религиозный образ жизни таким образом, это законический образ жизни, Евангелие в том-то и заключается, что Бог не просто нас вывел освободил от власти тьмы, от власти греха, от власти смерти, он нас ведет и направляет для того, чтобы как израильский народ жил землю хананскую, потому что туда придет Христос, чтобы они восстановили завет, кто они такие, что через них идет передача Евангелия другим народам, точно так же мы с вами Бог желает, чтобы в нашей жизни восстановилась благая весть, чтобы мы поняли, что не просто так мы оставлены, Бог нас оставил и живите испытывают нас, нет, Бог хочет, чтобы мы каждый день могли слышать Его голос, чтобы каждый день мы могли идти в направлении всемирной евангелизации, чтобы через нас, мы, как и израильский народ, те люди, и среди нас есть и пастыра, кто-то служителя, кто-то разный, как и в израильском народе, левиты были, то есть мы, это те люди, через которых в этом мире люди другие могут узнать о Боге, и поэтому наша жизнь в этом направлена, в этом направлении, поэтому благословляю, чтобы все верующие нашей церкви, они могли действительно осознать, что они народ избранный, что Бог нас призвал, каждого из нас, каждого из нас призвал для того, чтобы в нашей жизни благословлять нас, чтобы помочь нам идти в направлении всемирной евангелизации, чтобы мы не думали, что мы сами одни в пустыне оставлены, как с толпом облачным и огненным Бог шел с израильским народом, так и с нами. Поэтому, что ведь Евангелие, которое мы читали сегодня, в первой и второй стихе, там сказано, что Евангелие, это то Евангелие, которое Бог прежде обещал через пророков Своих святых писаниях. Поэтому это Евангелие, это спасение, это то, что Бог, Он предвидел еще до сотворения мира. Он понимал, что может случиться такое. Поэтому Он приготовил спасение нам еще до сотворения мира. Поэтому эта тайна, это у нас в русскоязычной Библии это 14 глава. Там сказано, что благоуставание тайны Иисуса Христа это та тайна, которая явлена нам через писания пророческие и которая была еще уготовлена от вечных времен. Поэтому мы с вами и Ефесянам также, если посмотрим, первая глава, там сказано, что первая, третья, четвертая стихи, там сказано, что Бог, Он нас избрал в Иисусе Христе еще прежде создания мира. До сотворения мира еще нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив нас усыновить. Поэтому до сотворения мира Бог уже через Иисуса Христа предопределил нас, чтобы усыновить нас, чтобы мы восстановились, чтобы мы стали детьми Его и ходили уже в любви Божьей, поэтому и чтобы были святыми. я встретился с одним человеком, он не верующий, не прихожанин нашей церкви, он немножко старше даже, чем я, встретившись с ним, он мне сказал, спросил, почему мы верим, для чего мы верим в Бога? Как мы можем быть вместе с Богом? общаясь с Ним, конечно, я как бы говорил, донес и говорил о том, что моя вера в Бога основана не на том, что я что-то вижу, потому что Бог — это Дух, и Его невозможно каким-то образом увидеть, почувствовать, и на этой земле есть те вещи, которые мы своими силами не можем никаким образом решить. Это и проблема смерти, которая есть, и которую мы сами своими силами не можем решить. И есть также и необъяснимые словами проклятия определенные, которые приходят в жизнь, какие-то вещи, которые мы, как бы мы не были богаты или умны или известны, или что бы там ни было, мы не можем это своими силами решить. поэтому мы не просто люди, это не просто существо, которое имеет плоть, имеет тело, это не просто существо, которое имеет душу, как многие, как и животные все, то есть имеет чувство, имеет даже какое-то сознание, но мы с вами больше, чем это. Поэтому есть, даже имея все на физическом уровне, даже имея все на душевном уровне, мы все равно видим, что людям что-то их беспокоит, чего-то недостаточно, какая-то есть пустота. И когда люди проживают, чем больше они живут, тем больше, если они, конечно, задумываются над этим, в разных обстоятельствах находятся, то есть они начинают это осознавать, потому что испытав уже много, испытав в своей жизни. Они начинают понимать, что действительно есть что-то, что большее, в чем нуждается человек. И есть тот ответ для души, который больше, чем просто хорошие, удобные условия жизни. И вот этим ответом и есть Дух Божий, который должен быть внутри нас, и поэтому восстановить эти отношения через какую-то религию, через хождение даже в церковь невозможно. Только через Иисуса Христа. поэтому нам нужен Христос. Поэтому нам нужен, как сказано в 19-30 стихе Евангелия Теана, что Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы совершить все это, для того, чтобы решить проблему, ту проблему, которую невозможно решить нам своими силами. Проблему греха, проблему смерти, проблему проклятий, проблему ада. И проблема в том, что люди живят скованными в этих всех проблемах, поэтому они идут и живут религиозной жизнью, потому что ставятся через религию, через какие-то философии, через что-то решить вот эти проблемы, которые есть у них и на физическом даже уровне, не только на душевном, а даже на физическом уровне. человек, который не знает этого пути, как встретиться с Богом. Он самостоятельно старается встретиться, но это невозможно. Поэтому самое главное и самое большое благословение и начало всех благословений в нашей жизни это встреча с Иисусом Христом. Поэтому кто есть действительно ученик, кто, мы можем сказать, является учеником? Это тот человек, для которого Христос становится наивысшей ценностью, для которого Евангелие становится наивысшей ценностью. Поэтому мы видим Первоапостольская церковь, они находились в гонении. Их искали иудеи и римляне также, чтобы убить их, потому что они проповедовали об Иисусе Христе. они также не смотрели на то, что они теряли даже свое имущество. То есть они это все были превыше этого всего. Они готовы были даже пожертвовать всем этим для того, чтобы вот это Евангелие Иисуса Христа проповедовать. поэтому мы с вами сегодня имеем возможность узнать о том, что Иисус является Христом. Имеем возможность освободиться от проклятий, которые входят в нашу жизнь, в которых мы возможно родились даже, благодаря тому, что были такие люди, которые под страхом смерти, которые лишаясь своего имущества, даже лишаясь жизни в определенные моменты, они провозглашали эту благую весть. Они провозглашали Евангелие. Даже в Корее впервые Библия проникла через миссионера, который был убит. Он даже не пришел, не смог, можно сказать, прийти на сухую землю. А в Корее его убили, пока он еще находился на берегу моря. Но эта Библия, это Слово Божье проникло в Корею. Поэтому мы можем с вами слышать Слово, поэтому мы можем с вами выйти из состояния проклятий. Поэтому я благословляю, чтобы действительно Евангелие стало вашим совершенным ответом в вашей жизни, чтобы заключением вашей жизни стало Евангелие. Те какие-то возможно гонения или что-то у нас есть в нашей жизни, это еще не гонения, действительно. Это не то, как было в Первопостольской Церкви. Но они, посмотрите, они действительно имели благодать. Бог давал им такую благодать и силу, несмотря ни на какие гонения, с радостью проповедовать Слово Божье. И они находили мир, мир в их сердцах был, несмотря ни на какие обстоятельства, в которых бы они находились. Поэтому Бог нам дал совершенную благую весть. Бог нам дал совершенное Евангелие, и Он желает, чтобы мы были счастливы внутри этого Евангелия, чтобы мы наслаждались благой вестью, радовались тому, что люди вокруг нас приходят ко Христу. И поэтому Павел, давайте откроем, вместе с вами прочитаем 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. К какому ответу Павел пришел? Он сказал, что «Итак, едите ли вы, или же пьете, или же что иное делаете, все делайте в славу Божью». Поэтому с благодарностью принимайте все, что есть. И такое возможно действительно, если я буду понимать благую весть. Поэтому давайте молиться, чтобы мы действительно могли понимать благую весть, чтобы мы могли наслаждаться благой вестью, чтобы для нас стало ценным Слово Божье и Евангелие. Нам с вами необходимо преодолеть те ограничения, которые есть в нашей жизни. Нам с вами необходимо, чтобы нашим мотивом в нашей жизни было проповедование Слова Божье и чтобы моим желанием было участвовать в этом. Если молиться об этом, Бог будет действовать и будет менять наше сердце и нам будет не тяжело уже это делать. Нам необходимо лишь принять решение. Я действительно хочу служить Богу, действительно хочу участвовать в деле проповедование благой вести в этом мире, спасение душ людей. И если об этом действительно желаете, молиться и просить Бога, Бог, поменяй мое сердце, дай мне силы искать тебя, дай мне силы делать то дело, которое ты желаешь. Бог будет менять, Бог будет действовать в наших сердцах. потому что Бог показывает самую большую жертвенность. Христос, Он пришел на эту землю. Бог явился во плоти. И Он пришел в теле человеческом для того, чтобы все эти проблемы, которые у нас есть, решить. Поэтому Христос, мы смотрим также евреям, 10 глава, 14 тысяч. Там сказано, что Христос, Он своим единым приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Поэтому Евангелие является совершенным. Нам не нужно ходить в церковь, нам нужно мы делаем какие-то добрые дела для людей, не потому что мы хотим этим самым совершить свое спасение. спасение уже дано, Евангелие совершенное, спасение уже дано. Мы это делаем, все, что мы делаем. То есть приходим в церковь, слушаем Слово, для того, чтобы мы могли понять больше Евангелия, чтобы Дух Святой в нас работал, и мы могли иметь плоды Духа Святого. И на местах действия помогаем другим, не для того, чтобы что-то перед Богом заслужить, а для того, чтобы этим людям помочь узнать о Боге. Любовью Божьей мы это все делаем. Поэтому все это Писание, все, что нам дано, для чего это все нам, для чего все написано в этой Библии, цель этого всего единственная, чтобы мы могли верить в то, что Иисус является Христом, Сын, и что Он Сын Божий, и через веру в это, чтобы мы могли иметь жизнь во имя Его. Поэтому это не религия в то, что мы верим и в то, что делаем. Можно подумать, что религия это плохое что-то. Религия это не что-то действительно, что является, как бы мы говорим, что Евангелие это не религия, не означает, что религия плохая. Посмотрите, религия помогала до определенного времени, и сейчас в какой-то степени религия помогает сохранить общество, чтобы люди, находясь в религии, там есть уставы определенные, законы определенные, которые помогают людям не убить друг друга, не съесть друг друга, не уничтожить друг друга, потому что какой-то страх есть, что есть какое-то наказание. Но посмотрите, религия, сколько бы сотен лет, тысяч лет не было, религия не может изменить судьбу людей. не может изменить судьбу человека, не может освободить его от власти злых духов, от власти проклятий. Поэтому религия, как свод правил, мораль и разных-разных таких правил, которые помогают упорядочить жизнь человека, это хорошо, но она не может изменить, религия не может изменить сердце человека, потому что это возможно только через дух, а дух может быть возрожден и восстановлен только если дух Божий войдет внутрь сердца человека. А это возможно только если освободиться от греха. Грех может быть решен только через жертву, которую Иисус Христос сделал. поэтому Христос умерев на кресте Он совершил выкуп. Он совершил выкуп, Он искупил нас на кресте. Поэтому в Евреям также 13 глава 8 стих там сказано, что Иисус Христос тот, который совершил это все. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот Христос, который умер на кресте, который пришел с любовью для того, чтобы освободить человечество от этого всего, Он и сейчас тот же. Он пришел как путь, как истина и как жизнь. Вот это и есть Евангелие. Поэтому Христос действительно абсолютен. Невозможно встретить Бога никаким другим путем. поэтому нам с вами нам с вами нужно молиться о том, чтобы мы с вами не упускали не упускали этой Евангелии, не упускали для чего мы приходим в церковь, для того, чтобы напоминать самим себе, чтобы, слушая Словом, приходило нам напоминание, кто мы есть. приходило нам напоминание, для чего мы живем на этой земле. Приходило нам напоминание о том, что желает Бог, кто такой Бог в действительности, чтобы мы могли смотреть на мир, на себя, на обстоятельства не через физическими глазами, не глазами той культуры, тех обычаев, того образа жизни, в котором мы привыкли жить, а посмотреть на обстоятельства глазами Евангелия, чтобы мы могли увидеть и не бояться даже, когда проблема приходит. Если приходит проблема, то всегда есть решение. Если есть какая-то проблема, это как задача, есть задача, есть решение, есть проблема какая-то, это всегда у Бога есть решение. Поэтому давайте не бояться проблем. Какая бы проблема ни пришла, у Бога есть решение для этой проблемы. Поэтому нам необходимо через Евангелие всегда оставаться с вами в таком здравом уме. Поэтому сказано, что Петр писал так же «трезвитесь и бодрствуйте». Это не означает в том плане, что не пить алкоголь, это означает, чтобы мы бодрствовали и трезвились в духовном, не были опьянены, не были одурачены никакими другими теориями, версиями того, что проповедуется в этом мире, всего того, что является неистиной. Потому что всякий раз, когда мы смотрим не через призму Евангелия, не через призму Благой Вести, то мы смотрим на людей, на других, и у нас происходят какие-то негодования может выходить, раздражение может выходить, ненависть даже к людям может выходить. Давайте посмотрим тоже, например, на жизнь Иосифа. если бы, если посмотреть на жизнь Иосифа без Евангелия, то какая реальность? Просто вот убрать Евангелие, мы смотрим реальность. Братья ненавидят, избили, продали в рабство. В рабстве находился, потом его оклеветали, попал в тюрьму. То есть вообще кажется поражение, полное поражение в жизни. братья ненавидят, продали в рабство. В рабстве еще и оклеветала его женщина, это жена Патифара, попал в тюрьму. Ну, единственное, что остается, наверное, повеситься уже, можно сказать. То есть это все то, что если действительно не понимать Благой Вести, если бы Иосиф не понимал изначально Евангелие, Евангелие, в каком смысле он понимал Евангелие? Он понимал, что Бог призвал Авраама и сказал, что через тебя произойдет народ, великий народ, и этот народ будет благословением для всех народов земли, потому что этот народ будет давать духовное знание о том, что есть грех, о том, что Бог пришлет Мессию Христа, и это будет в Хананской земле. Поэтому израильский народ это избранный народ, чтобы доносить эту благую весть людям. Поэтому Иосиф понимал, что он понял, что Бог послал его в Египет, что есть у него миссия определенная, что через него он осознал, что через него Бог хочет сохранить жизнь его братьев, потому что когда пришло уже голод, пришли семь лет засухи и голода, благодаря тому, что Иосиф там находился в Египте, он израильский народ тогда, его братья все смогли выжить. Но до того, как он даже стал еще премьер-министром в Египте, он уже тогда понимал, что Бог его ведет, что это все лишь путь, что Бог не оставил его, что он вместе с ним. Поэтому он не отчаивался, поэтому не впадал. Конечно, какие-то может быть сомнения, что-то приходило, но он всегда понимал, что Бог вместе с ним. Поэтому нам с вами точно так же необходимо смотреть не просто физическими глазами на все. Поэтому кто я есть? Кто Бог для меня? Об этом подумайте. Не просто физически живите на этой земле, просто заработать деньги, просто что-то там сделать, построить дом, что-то там для детей. Подумайте действительно по-настоящему для чего вы живете на этой земле. Бог вас призвал не просто так жить на этой земле. Бог призвал, чтобы через вас это Евангелие могло быть донесено другим людям. И для этого может быть вы будете сами как пасторы проповедовать, может быть вы как служитель церкви, может быть вы как диакон, может быть вы словами, может быть вы молитвой, может быть вы финансами. Это все вам просто нужно найти какую миссию Бог для вас дал, что есть вашей ролью. Может быть и то, и то, и другое все вместе. Поэтому когда приходят трудности, не нужно впадать в неверие. Приходят трудности, приходите в Евангелие. Нужно выяснить что это за трудность, увидеть это. Почему? Не просто так это трудность или что-то пришло. Найдите возможность. Пришла какая-то проблема, что-то трудность какая-то. Найдите что есть, у какой Бога план есть. Что-то случилось, это не значит, что Бог делает проблемы, что-то плохое, что-бы случилось в вашей жизни. Нет. Но что бы ни случилось, у Бога всегда есть план, как максимально выгодно для благой вести. Как можно использовать эти обстоятельства, чтобы люди какие-то могли услышать Евангелие? Потому что по-другому, возможно, вы бы не встретились с этими людьми, возможно, вы бы не подумали об этом, и даже они бы могли не услышать эту благую весть, если бы не случилось что-то, например. Поэтому не смотрите на проблему, как на проблему. Смотрите на проблему, как на возможность, как Бог на это смотрит, какой у Бога план есть. не бойтесь, когда проблема приходит. Посмотрите в отношении жизни людей, в которых, нашей жизни, в которой мы живем. В чем основан, в чем вообще как бы образ жизни в Корее сейчас особенно, да не только в Корее людей. с детства проповедуются, что тебе нужно хорошо учиться, отправляют туда, тебе нужно хорошо закончить хороший университет, попасть в хорошую компанию. То есть они вкладывают не ценность Евангелия, не ценность духовную, а физические, материальные ценности. А потом ждут, почему мои дети не идут в церковь, почему они не верят в Бога, почему они живут такой жизнью, которой они живут. А что здесь вкладывали? Опять-таки это не означает, что ну не нужно учиться, не нужно хорошие оценки в школе зарабатывать, получать, не нужно идти в хороший университет, не нужно зарабатывать деньги, нет. Что есть целью, для чего хорошо учиться, для чего в хорошей работе работать, для чего деньги зарабатывать? Просто ради денег, просто ради того, чтобы хорошо жить? Это может все в один момент просто уйти, и что тогда? Война случится, может еще что-то угодно может случиться. Но если это все идет, то что? Все, жизнь разрушена, больше ничего. Если моя жизнь, ценность моей жизни физически в этом всем находится, в успехе, в моем имени, себе я известный, я такой хороший. И это что-то исчезнет. Все? Закончилась жизнь тогда? Нет. Все это, и мой Бог делает меня успешным. И все то, что я делаю, и учусь. Для чего? Для того, чтобы свой талант лучше раскрыть. Чтобы стать специалистом. Чтобы через мою специализацию я мог найти, как я могу донести благую весть людям. Тогда действительно, что бы ни случилось, будут деньги много, не будет много денег. Что-то случится, что бы вообще, какие бы ни были обстоятельства, я не буду терять мир, покой и радость. Потому что ценностью моей жизни будут не деньги, не мой успех, не мое имя, не известность, не популярность, а люди, души, спасенные души, что через меня, через мой какой-то труд люди узнают Евангелие. Поэтому постарайтесь, чтобы дети, не говорите им, а надо хорошо учиться. Почему хорошо учиться? Нужно, чтобы в хороший университет пойти, потом ты хорошую работу будешь работать, и заработаешь много денег, и будешь тогда успешным, и тогда будешь хорошо жить, и будешь счастливым. Вот это вы вкладываете в сердца и в голову ваших людей, а не Евангелие. Постарайтесь в Евангелие вкладывать. Постарайтесь, чтобы они нашли себя во Христе, восстановили свои отношения с Богом, чтобы они не к вам даже вбежали себе проблемы, а к Богу прежде всего. Искали силы и утешение ответу Бога. Тогда они действительно будут жить по-настоящему счастливой жизнью. Даже какие бы трудности не приходили в их жизнь, они все равно не будут отчаиваться. Посмотрите на жизнь даже Моисея, например. Мы видим, что Моисей, который был рос в дворце фараона, он, осознав вот это, увидев эту проблему, но увидев проблему израильского народа, что они в Египте, увидел, какое притеснение они оказывают. Что случилось в его жизни? Он так рассердился, разгневался на египтянина, который притеснял израильтянин. Он даже убил этого человека. Потом он убежал в пустыне, в пустыне находился. Но за это все время он узнал о Евангелии. Он восстановил Богу и весть, и он вернулся для того, чтобы вывести народ израильский из Египта, чтобы они пришли в землю ханаанскую. Мы увидим также Петра, который изначально не понимал благую весть. Он смотрел на Иисуса как физического человека, который как царь, может быть, как мессия, то есть тот, который сделает Израиль опять великим народом и сделает их самым сильным народом. Израильтяне, они вообще упустили понимание, кто они такие, что они избранные народы, для чего они избранные. Но в итоге он восстановил потом. Посмотрите, Павел также, Павел, который также знал Писание, все знал, знал Закон, но он преследовал Иисуса, преследовал христиан. Но в итоге, когда явился к нему Иисус, явился ему Христос, это стало поворотным моментом его жизни. В Галатах, 6 главе, 14 стихе, что он осознал? Что действительно самое главное — Христос. И поэтому он сказал, «Я не желаю хвалиться ничем, кроме как крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Поэтому это исповедание, это не просто он себя заставлял так исповедовать, это не потому, что он хотел так перед другими показаться. Нет, это постепенно Евангелие действительно стало самым ценным в его жизни, самым главным для него в его жизни. Поэтому я благословляю, чтобы Евангелие стало действительно поворотным моментом в вашей жизни. чтобы действительно вы нашли сами себя во Христе, чтобы могли выявить, какое благословение Бог для вас приготовил. Благословляя также, чтобы вы могли войти внутрь благословений, который Бог имеет внутри Евангелия, чтобы вы стали источником благословения для ваших семей, для людей, с которыми вы работаете, с которыми вы вместе находитесь. Благословляя, чтобы вы могли действительно через слышание слова, размышления над Словом Божьим ваши мысли могли поменяться, чтобы ваша молитва могла поменяться, чтобы вы молились не просто Бог, помоги мне, реши мне эту проблему, сделай что-то, чтобы внутри вас, в вашем сердце, восстановилась башня Евангелия, чтобы Евангелие стало как крепостью внутри вашего, в вашем сердце. через размышления над Словом Божьим, через молитву, вот это получится. Евангелие станет крепостью внутри вас. И тогда, какие бы проблемы ни пришли, что бы ни случилось вокруг вас, вы не будете, это не сможет вас поколебать, не сможет вас ввести в состояние депрессии, или отчаяния, или ропота, или гнева, или недовольствия, потому что вы будете наслаждаться силой в Иисусе Христе. И когда вы сможете передать это, уже будете передавать это другим людям, это будет благословение антенны. То есть, это платформа, антенна и башня. Вот это есть три таких момента, о которых мы говорим в течение прошлого года, в этом году. Платформа — это то, что внутри вас уже утверждается Евангелем. То есть, вы становитесь тем, через которого благословения могут Божьи утвердиться и через вас передаться другим людям. Антенна — это, когда вы передаете другим людям. И башня — это, когда вы на местах действия, стоите и через вас свет сияет. Свет Божий сияет на всех остальных людей. Как Иов, когда он осознал, он говорил, что раньше я слышал только ушами своими, но теперь я уже знаю Бога. Познайте Бога. Пусть в вашей жизни будет не просто, как в жизни даже Иова, через разные такие проблемы, которые случились в его жизни. Осознайте Бога через размышления, Слова Божьего. И наслаждайтесь благословением, проповедованием, миссионерством. Тогда и Бог все остальное вам приложит. Не нужно переживать ни о чем. И экономические благословения также обязательно придут в вашу жизнь. Но это не то, что должно быть вашей целью или желанием. Это все естественное, что прилагается в вашу жизнь, когда вы действительно направляете свою жизнь в правильном направлении. Поэтому давайте внутри проблем восстановим, найдем истину, найдем суть, и чтобы мы могли исповедовать то, что Иисус является Христом, и испытать, что Иисуса Христа достаточно для мэрии. Давайте... Иисуса Христа